приветствую вас друзья на моем канале с вами тарас березовец отвратительная картина которую имеет возможность сегодня наблюдать не только вся украина но и все западные правительства которые безусловно получают оперативную информацию из своих посольств а именно попытки организовать проплаченные митинги сторонниками действующего президента владимира зеленского у дома где живет его предшественник пётр порошенко вся эта картинка сегодня оказалась в топе украинских сми да и многих западных в том числе за отсутствием других новостей на выходных о чем же идет речь и почему в украине мы снова говорим о таком позорном явлении которое казалось должно было навсегда кануть в лето как тетушки и так накануне стало известно о том что реакция ряд патриотических организаций в частности партия демократично сакира и рух опору капитуляции анонсировали пробег автопробег к даче действующего президента владимира зеленского и буквально накануне этого пробега который анонсирован на вечер воскресенье начались в субботу происходить стычки возле дома где живет в казине где живет пятый президент украины петр порошенко эти стычки происходили при участии завезенных специально титул шик с одной стороны с другой стороны сторонников петра порошенко и представителя национальной полиции которая действовала на удивление вяло и в многих случаях позволила произойти силовым конфликтом петр порошенко в своем специальном экстренном обращении к владимиру зеленскому обвинил его в организации этих проплаченных акций протеста он заявил о том что эти титушки которых специально наняли в офисе президента появились там с подачи ключевых чиновников офиса президента зеленского не назвал фамилию он сказал что один из замов головы офиса президента речь скорее всего идет об олеге татарове бывшем сотрудники министерства внутренних дел одиозным чиновники которого обвиняют в массовом коррупции разворовывание средств на постройку домов для нацгвардии а также участие в силовом разгоне акции протеста в 2014 году сам олег татаров также обвинялся в причастности к организации преследования одного из бывших активистов евромайдана ныне блогера сергей пояркова дому которого специально сигнали представителей милиции которые зарисовывали надписи на его соборе на его заборе надписи в которых порочилась якобы честь и достоинство действующего президента владимира зеленского так вот все то что мы сейчас наблюдаем это совершенно отвратительная ремейк событий которая украина уже один раз пережила в 2013 14 году тогда напомню в качестве силы против собравшихся протестующих янукович применил не только спецподразделение беркута внутренних войск а также массово применялись криминальные элементы которые получили название титушки по имени одного из персонажей которая ранее был задействован точно также в силовых акциях против представителя оппозиции фамилии его титушка и он собственно говоря отдал наименование всем этих отрядов украинских он вибинов и слово титушка даже вошло в английский язык тогда же в 2000 2012 насколько я помню году это все произошло и именно в такой интерпретации титушку именовались отряды проплаченных бандитов и кстати слово титушки использовалось затем в качестве объяснения действий власти в россии и в беларуси где диктаторские режимы путина лукашенко точно также прибегали к помощи криминальных элементов для преследования убийств оппозиционных политиков активистов журналистов и многих противников режимов так вот сейчас эта практика возродилась спустя много лет казалось бы она уже должна была навсегда уйти в прошлое она возродилась позорная как собственно говоря действия национальной полиции и министерства внутренних дел совершенно позорная в этой ситуации которая действует ровно таким же методом как действовали помните была такая фраза орлы захарченко был такой одиозный министр внутренних дел во времена януковича не знаю по как еще орлами монастырского не называют но уже весьма близкий к этому тем более что накануне представители нацполиции напали на активистов которые пытались центре киева развернуть такую растяжку против коломойского олигарха напомню против которого сейчас проводится расследование по трем обвинениям на территории сша и который сам находится под американскими санкциями удивительным образом коломойский который замешан вместе с зеленским в свежем скандале офшорном пандора пейперс оказался персоной неприкасаемой в украине то есть сша против него можно возбуждать уголовные дела можно против него вводить санкции а попытки граждан выйти с растяжкой против коломойского у нас являются преступлением эту растяжку забрали напали избили этих активистов против них там какие-то административные дела возбудили естественно весь этот бред все это наблюдает американское посольство которое тут же пишет срочные депеши в государственный департамент все это читает байден то есть все считает байден вот он читаешь и украине побили граждан которые вышли с протестом против олигарха коломойского которого нас считают преступником человеком который причастен к отмыванию денег разворовывание 5 миллиардов из приватбанка а в украине людей год которые вышли их за это привлекают к ответственности интересно как байден себя будет после этого чувствовать как он будет относиться к зеленскому я думаю ответ очевиден но и недовольство американского посольства накануне прорвалась в публичную плоскость появилось заявление посольство сша в украине где они очень жестко сказали о том что консолидированная позиция сша европейского союза мы очень разочарованы проваленным конкурсом на назначение руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры сап напомним это прокуратура без которой не может работать вот этого триада сап набу я и выше антикоррупционный суд нет назначенного руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры набу не может передавать дела без него они не подписываются руководителем которого нет и соответственно антикоррупционный суд ничего не может решать в этой ситуации зеленский что делает он отвечает публично я очень разочарован то есть он включает дурачка говоря попросту играть я тоже разочарован как же так пишет в твите президент как же так получается вот не собрался значит совет который должен избрать руководителя сап я не понимаю что происходит я очень разочарован но при этом американцев и европейцев не секрет что этих самых представителей которые блокируют назначение руководителя сам назначают никто иной как сам зеленский более того зеленский теперь с точки зрения всех западных партнеров а после переворот об угрозе фактического переворота в верховной ради теперь он 3-1 он отвечает за все то есть президент украины это владимир зеленский премьер-министр украины это владимир зеленский поскольку уж мыль являются таким себе клерком до который даже в зеленскому несколько месяцев попасть не может это это не шутка он не может с ним несколько месяцев встретиться он там где-то его пытается прошмыгнуть где-то мимо ярмака не получается где-то перехватывает его в коридоре я не знаю будет ловить скоро она возле туалета как все время юлия тимошенко ловила трампа был такой эпизод и наконец спикер верховной рады тоже у нас его фамилия владимир зеленский поскольку естественно господин стефанчук это здесь председатель человек который никакой роли играть не будет самостоятельно и он будет писарем писарем на зарплате офиса президента формально выполняя функции спикера то бишь председателя верховной рады украины вот и вся недолго поэтому владимир зеленский несет теперь ответственность за все и вот еще раз повторю на фоне разгонов которые были проведены полиции жестких против противников коломойского на фоне отсутствие ответа любого до сих пор западная пресса в шоке зеленский никак не комментирует лично свою причастность к офшорам он пытается сбить с этот скандал мы увидели что вместо расследования а вот уже пошли как бы птички полетели в чехии начали уже расследование курс премьер-министр канцлер фактически австрии ушел в отставку то есть мы видим уже до в ряде других стран начать расследование по пенам и пейперс а в украине полная тишина да но не совсем тишина вышли выпустили помните как все время было в романе ильфа и петрова выпускайте берлогу до выпускайте берлогу сказал остап ибрагимович бендер и выпустили берлогу то бишь ивана баканова директора председателя службы безопасности у украины ирину венедиктову которая не села не пала начали что-то реанимировать дело медведчука тоже значит сюда пристегнули гонтарева бывшего председателя нас банка петра порошенко ну то есть идет попытка сбить информационную волну неудачная совершенно и вот эти самые титушки которых натравили это тоже попытка перевести акценты информационная перевести внимание со скандала с шором и зеленского на другую тему естественно это все не получится они нервничают они совершают ошибки засветила вся эта переписка перехвачена она уже в открытом доступе когда нанимали этих титушек за 1400 гривен от 700 до 1400 гривен значит всю эту уже переписку перехватили сейчас журналисты и оппозиционной политики активисты она уже выложена в сети на моем телеграм-канале есть зайдите посмотрите вот и более того уже появились информации о том что кинули этих титушек кинули обманулись деньгами то есть пообещали заплатить и обманули они сами об этом сообщают свою группу вот так что господину татарову и другим руководителям офиса президента как-то подалеку и прочим им придется очень скоро столкнуться с уже не удовольствием не политических оппонентов а криминальных элементов которых они кинули и которым не заплатили деньги вот а это не те ребята которые всю эту историю простят но и самое главное титушки как инструмент давления на политическую оппозицию он потерял смысл почему потерял поскольку титушки чувствует себя безнаказанно только в условиях когда они противостоят мирным протестующим мирным гражданам студентам пенсионерам бабушкам там а вот когда против них уже выходят подготовленные ветераны вооруженного конфликта ветераны а то тут уже это оружие становится совершенно неэффективным это что сейчас уже представители сообщества а то устанавливают фамилии от частично уже установлены фамилии адреса телефоны организаторов для них должно послужить очень тяжелым таким я бы сказал звоночком потому что эти люди не будут долго вести разговоры вокруг да около вот и в этот раз попытка задействовать титушек она может очень больно бумерангом ударить по организаторам скорее всего так и произойдет мы мы этого как бы не знаем но прогнозируем посмотрим друзья в любом случае будет весьма жарко я обещал жаркую осень и объяснял перестановки в руководстве мвд в том числе увольнение авакова именно этим потому что при авакова при авакове такого беспредела бы не было именно его убирали с целью того чтобы получить возможность на полную развернуть машину репрессий который сейчас пытается зарядить элег татаров но не получится до конца потому что все таки мвд успели реформировать там много честных сотрудников которые не будут нарушать закон и которые сами будут сообщать уверен о противоправных приказах которые будут поступать поэтому это уже не то мвд и не те протестующие и поэтому власти в этот раз попытка еще раз организовать титушек еще раз повторю она вернется очень больно очень больно и организатор на этих провокаций ну одним словом скоро в этом убедимся спасибо друзья что смотрите обязательно подписывайтесь на мой канал хороших вам выходных и главное безопасных с вами был тарас бризовец друзья и до новых встреч